Англия Столь поэтичное отношение англичан к своей стране может показаться удивительным. Британцы славятся, скорее, благородной сдержанностью, а не романтическими излияниями. Однако, коль скоро речь заходит в разных островах, на выражение не скупится и самый завзятый космополит. И это справедливо. Природа Англии изобилует прекрасными ландшафтами. На юге, называемом цветущим садом Англии, своими обширными долинами, лесами и побережьями, вас очаруют исторические графства Дорсет, Кэнт и Сассекс. Почти повсеместно, восхищенному взгляду встречаются красивые коттеджи и великолепные замки с прекрасно обустроенными садьбами. Кого-то тянет к мощным крепостям, со стенами которых притаилась причудливая реальность, сплетенная из истории и легенд. Если вы любите суровые скалы, морские волны, живописные бухты, песчаные дюны, душу вам согреет кельтский дух графства Конроль. Достопримечательности, собранные в самом сердце Англии, тоже интересны. Будь то трогательные ландшафты гоствола с его сонными деревушками, или полная контраста столица Лондон, куда стоит приехать особо. Скучать здесь не придется. Северо-восток Англии почему-то пока не очень популярны. А жаль, места здесь чудесные. Волшебное очарование гор, кристально чистые озера, лейк Дистерикт, тихая красота, Йоркширдейла – все это нужно видеть своими глазами. Воды в восточной части много, так что здешние места лучше всего осматривать с борта туристических катеров, курсирующих по Норкфолгу. Путешествие по Англии поражает непривычностью своеобразиям природы непривычек островитян. Несмотря на географическую близость континента, Англия всегда держалась особняком. Здесь все как-то не так. Не так ходят часы, не так ездят автомобили. Европа Европой, а обитатели островов просто не хотят отказаться от своих привычек. Конечно, кое-что с октября 1995 года все же переменилось. Но в ходу здесь по-прежнему не километры, а мили, не литры, а пинты, градусы, фаренгейта, а не цель. Такое национальное самолюбие коренится в славном прошлом Англии, когда морская держава объединяла вокруг себя огромные территории и с волей английских королев считались даже в самых отдаленных уголках мира. По этому славному могуществу вздыхает немало нынешних англичан. Тем более, что реальность сегодняшних дней просто не назовешь главным образом по экономическим причинам. Как и всякое современное государство, Англия не понаслышке знает, что такое инфляция, безработица, сокращение социальных гарантий. Если послушать консервативных британцев, даже королевский дом все больше и больше напоминает мышью оперу небывалых масштабов. Однако средство от излишней мрачности, слава богу, есть. Знаменитый английский юно. В стране за взятых индивидуалистов и эксцентриков встречается немало чудаков, немало интересных сцен. Именно это и делает Англию неподражаемой, такой британской. Глашатая города Йорка, что в северной Англии, несколько раз в день объявляет жителям свежие новости, как в старые времена. Удачное начало для автобусной или пешей экскурсии. При Римлянах город, называвшийся в те времена Иборакум, завоевывали то саксонцы, то датчане, то норманны, что ощутимо повлияло на его развитие. В кривых переулочках, таких как Шемблз, можно вдоволь находиться по следам прошлого. Перекошенные домики, чьи крыши и карнизы словно тянутся друг к другу, вызывают ассоциации с искусством экспрессионистов. Источник вдохновения фотографов Шемблз выходит к величественному собору Йорка Йорк-Минстеру, самому крупному в Европе памятнику готической архитектуры. Строился собор Долга, с 13 по 15 век, поэтому в облике его проклятывают приметы разных стилей, что, впрочем, никак не нарушает его целостной гармонии. Страшно интересную прогулку по Йорку обещает маршрут в Гоуст Волк. Завес над темными тайнами города предпринимает жуткие истории, подобные той, что рассказывается о гражданине Йорка Вилли Медави, серийном отравителе, вершившем свои темные дела в 1859 году. Чтобы уличить его, полиция пошла на крайние меры. Труп его жены был четвертован и отдан на съедение четырем собакам. Все они погибли, и Дав был задержан. И они сказали, что они сказали, что они сказали. И они сказали, что они сказали, что они сказали, что они сказали в 1859. Они взяли свою жену, взяли ее внутрь, и дали их четыре Доги. И все Доги ехали гражданно, и забрали. Если бы не говорили, то, что они не могли сказать, как бы там ни было. Атмосфера в церкви 13. веке мировая. Она находится в одной из самых красивых деревень Долины Вензли, относящейся к национальному парку Yorkshire Dale. Дикая, даже суровая романтика холмистой местности, ее крепости и заброшенные монастырии все равно созданы для длительных пеших прогулок. Эти места известны благодаря фильму, снятому в Йорк-Шер-Дейле. Мило, как в Швейцарии, только слава Богу, это Англия. Так пишет об озерной местности Лейк-Дисткликт Джон Агрек. Удивительно, но эти красивые словно с картинки места не очень известны, а все из-за их удаленного положения на самом северо-западе Англии. Реши, если мало, это одно из любимых мест отдыха британцев. Виндмейр считается идеальной стартовой точкой. Целые толпы наезжают летом в это маленькое местечко. Впрочем, врасплох его не застыть. Лодочные экскурсии по озеру, разные виды водного спорта, пешие походы. Вот далеко не полный перечень того, что предлагается посетителям Лейк-Дисткликт. Их фантазия не ограничена ничем. После такого обилия блаженных впечатлений от природы некоторых может потянуть настоящий крупный город. Так почему бы не отправиться в один из самых известных крупных городов Северной Англии – Ливерпул? После ремонта и реконструкции старых доков город рабочих и музыки сильно похорошел. В бывших доках разместились развлекательные центры и магазины. Добро пожаловать в доки «Кингс энд Элбертс». Там, где прежде складировались товары со всего мира, теперь находятся музеи, магазины, рестораны и кафе. Реконструкция доков в конце 80-х совпала с постепенным экономическим подъемом. Теперь, после стольких суровых лет безработицы, надежда людей на хорошее будущее уже более реальна. Чем бы был Ливерпуль без Битлз? И кем были бы они без своего родного города? История группы и множество ее фотосиньков представлены в музее Битлз, где просто обязаны поблагодарить.